Думает, что он как Бог, что пожелает, то ему и дадут. И начинается это так. Человек говорит, у меня есть дом свой. И тут сразу же появляется обман. Почему? А ведь дома нет. А если он есть, то тогда зачем ты сам себя обманываешь? Тогда зачем тебе давать, если он в твоем сознании есть? Первый обман. Так человека обычно наказывают. Если человек очень много врет, то его наказывают. Человек делает так. У меня есть дом, у меня есть хорошая работа, у меня есть муж. Это же по фильму «Секрет». У меня есть любовь, у меня есть еще что-то. То есть что он делает? Он ставит себе блокировки, жизненные блокировки. Почему? Ну, где-то это выглядит так. Если высшие силы должны это создать, и человек говорит, что у него уже это есть, зачем создавать? Ведь создается чувствами. Тогда если у вас это есть, зачем вам к этому стремиться? И человек говорит, у меня хороший заработок. Все, уже заработка не будет хорошая. У меня есть дом. Все, дома не будет. У меня есть жена хорошая. Все, хорошее не будет. Будет плохая. Понимаете? То есть человек так умудряется себе испортить судьбу. Вот такими словами. Вранье. Люди иногда переезжают куда-то и начинают врать. И говорят, помните, есть песня «Сорву с три короба, пусть удивляются, с кем распрощалась, я вас не касаюсь», пела Алла Пугачева. Я за Аллу Пугачеву, она за Украину. И в свое время Алла Пугачева спела такую песню, начнут рассказывать в поезде «Курящие» про свое прошлое и настоящее «Нарву с три короба, пусть удивляются, с кем распрощалась, вас не касается». Так вот, когда человек врет, в случае, если ему не верят, то тогда это хорошо. Потому что если ему поверят, то это вранье становится тем элементом, который может очень длительное время не сбыться. Таким образом, врать по поводу вашей жизни, что у вас это, вас любят, у вас там то-то и то-то, это нехорошо. Потому что это является одной из таких чувствительных, мощных блокировок вашей жизни. Итак, первое, не мечтайте, произнося это вслух, о том, чего у вас нет. Второе, старайтесь делать так, чтобы в вашей жизни вранья о себе, во всяком случае, было поменьше. Третье, обычно человек говорит так, я хочу дом очень сильно, или я хочу работу, очень хорошую работу, чтобы там достаток был и так далее. Но дело в том, что Бог так устроен, что он не хочет давать то, что хочет человек. Почему? Божественно, наверное, божественный промысел, если человек все-таки расслабится, если человек будет добрее, теплее относиться к жизни, если он будет, может быть, теплым человеком, а не агрессивным, безумным, вредным, как обычно это бывает, то не хотящий трехкомнатную квартиру, почему? Может, для вас будет более счастливой жизнью, если вы будете жить в большом доме. Человек говорит, я хочу трехкомнатную квартиру, я хочу трехкомнатную квартиру. Не хоти трехкомнатную квартиру. Почему? Возможно, Бог для тебя придумал, чтобы ты жил в огромном красивом доме. Так уж устроено. Дайте возможности Богу для вас что-то сделать. Не хотите персонально чего-то, чего хотите вы. Наоборот, чего должен хотеть человек? Если человек захочет счастья, если человек будет стремиться к тому, чтобы хотеть счастья, и будет служить доброму Богу, и будет ждать, что это счастье в его жизни скоро произойдет, то тогда Бог для него создаст самые великолепные и самые лучшие условия жизни. Вот так. А когда человек говорит, я смогу, я добегу, я там сделаю, я так, а вы-то при чем? Верьте в Бога. Вера, надежда и любовь, она же доброта, является основной концепцией человеческого существования. Вот те, кто в это верит, у них все получается. Помните о моем принципе, я когда-то говорил, чувства создают реальность, а не наши желания. А Бог создает реальность, Он видит, что мы чувствуем, видит, когда нам нравится, и создает для нас события. Но мы, чего мы должны хотеть? Желайте не конкретного, желайте не частного, а желайте счастья, потому что только Он знает, когда вы будете счастливы.